Друзья, здесь очень-очень интересно. Продолжаем знакомить вас с интересными людьми, мнениями на нашем форуме. Здравствуйте, давайте познакомимся со всеми. Я Юрий Никитин, я с Алтая, представляю розничную сеть, вернее две, Аникс и Корзинка. Еще я представляю Союз Независимых Сетей России, куда входит более 30 участников, которые представлены более чем в 30 регионах России, это продовольственная розница. Интересный вопрос, сейчас была сессия, сессия интересная. Сессия HR, вот хочется немножко вашего мнения. Ну я привык уже видеть на подобных сессиях полный зал прекрасной половины человечества. В этом смысле ничего не меняется, и все бы неплохо, если бы эти самые женщины, милые и прекрасные, могли принимать стратегические решения в области управления персоналом. Но что-то мне подсказывает, что до сих пор это не так. Получается, образы правления некие были отданы, при этом при всем как бы долгосрочное планирование, какое-то имя не делается, принимается совсем другими людьми, которые не нанимали этих людей. Ну вот из своего опыта руководителя комитета по персоналу внутри нашего Союза Независимых Сетей России, я могу сказать, что мы обсуждаем разные стратегии. Стратегию коммерческую, финансовую, стратегию развития форматов. Но за 15 лет мы ни разу не обсуждали, не удосужились обсуждать стратегию в области развития управления персоналом. Это о многом говорит, что главные руководители в компании, которые являются теми людьми, которые принимают решения, про персонал думают, ну или в последнюю очередь, или как-то о нем думают. Ну в смысле у нас на местах люди есть или их нет, текучка большая или маленькая. И это очень неправильный, я бы сказал, такой примитивный и недальновидный подход к этой ключевой теме. А нет ли в этом звоночка, что у нас с персоналом максимально все хорошо, настолько хорошо, что думать о нем даже в какой-то долгосрочной перспективе и не нужно? Ну вы же улыбаетесь, когда задаете этот вопрос. Конечно нет. Два ключевых ресурса. Об одном мы помним всегда деньги, а второй не рассматриваем как ресурс, а это навыки или тот опыт, который мы воспитываем или создаем условия, чтобы этот опыт появлялся у наших сотрудников. Причем это и рабочие специальности, профессионалы на своих местах, и средний менеджмент, и топ-руководители. И если мы не занимаемся целенаправленно и стратегическим развитием наших инструментов, нашей способности, наших компаний управлять развитием этого опыта, развитием навыков, то ни о каком фундаментальном, серьезном изменении компании говорить не приходится. Правильно ли я понял, что сейчас специалисты, которые развились от младших каких-то сотрудников до каких-то руководителей, это больше стихийная история, которая делает честь непосредственно самому сотруднику, а не политика компаний, которые их взрастили? Я думаю, в этом вы правы. То есть скорее тот, кто смог, тот пробился. Но это скорее не то, что мы создавали ситуации, которые, ну, скажем, провоцировали не то слово, а предоставляли необходимые условия, возможности людям развиваться. И это скорее так. А второй момент в этой истории такой, что не всегда тот, кто замечательно и хорошо справлялся на своем рабочем уровне с должностью специалиста и профессионала, переходя на уровень среднего или более высокого руководителя, также замечательно начинает справляться с руководительскими способностями, которые от него в этот момент начинают все более и более требоваться. Я не помню, кто это сказал, какой-то знаменитый экономист сказал, что переходя по карьерной лестнице, специалист рано или поздно будет на той должности, в которой он некомпетентен. Я могу бы только повторить, что если ты идешь с рабочей специальности выше, у тебя точно должны проявляться и развиваться системным образом навыки руководительские или, по-другому говоря, лидерские, или, по-другому говоря, я должен начинать уметь все более и более управлять людьми. И не управлять исполнителями, которым я являлся на вот этой ступеньке, когда я там был, а управлять лидерами, управлять лидерством. Правильно, я понял, что нам не хватает некого алгоритма обучения ступеней, которые давали бы людям, занимающихся выше и выше позиций, быть компетентными и, главное, уметь общаться на том уровне, который они сейчас занимают, и это должна быть систематическая работа. Ну, первое, то, что я назвал, в большинстве компаний не хватает стратегии на эту тему. Второе, не хватает методологии и не хватает инструментов. Многие этим не занимаются, потому что не знают, что они есть, или они не верят в то, что это все, так сказать, может приносить необходимые результаты компании, либо это настолько долго и сложно, что это вот не сейчас, а потом. Видимо, главная проблема – это боязнь играть настолько в долгую и желание заручиться каким-то профитом уже прямо сейчас. Одна из проблем или одна из таких ограничительных барьеров – это, да, играть в долгую, потому что, ну, если мы про поговорки говорим, хочешь результат на следующий год, ты там занимаешься травой, деревья – это через 5 лет, а вот если ты хочешь результат навсегда или там на 100 лет, начинай заниматься ни травой, ни деревьями, а людьми. Это действительно очень долгая история, требующая включения тебя, это нельзя делегировать, ты там должен быть внутри, внутри не то, что ты там всем должен руководить, но смыслом, философией, которую ты туда привносишь, инструменты, которые ты сам делаешь и показываешь, что ты это делаешь, а не там ты исключение из правил. Ну, я сейчас про главных руководителей, безусловно, в компании. И это в долгую, и это очень в долгую. Спасибо за ваше мнение. Самое главное, что любые мнения делают рынок лучше, делают его профессиональнее, и надеюсь, что к вашему мнению прислушиваются принимающие главные решения люди, и стратегии будут все улучшаться и улучшаться. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!